И как кто-то из моих друзей шутил, да, когда мы покушали, растягивается живот, и тогда кожа вот здесь, она смыкается, да, и глаза закрываются. И еще у меня есть один друг, он такой очень тоже плотной комплекции, раза в два меня опередил, и он говорит так, что когда я покушаю, эта еда меня так прижимает к дивану, просто отлично, да, это просто специальное время, чтобы не вставать хотя бы несколько минут с дивана. Вы согласны с этим? Это не диван, это церковный стул, но где-то, может быть, чем-то будет похоже. Добро, друзья, я хочу благодарить за то, что вы откликнулись, не знаю, насколько это будет полезно для вас, но пару мыслей. Лиза, это виновник того, что я здесь, вот она, и ради того, чтобы просто почтить ее, ее желание, чтобы что-то произошло в вашей церкви, я так понимаю, с ней сообщалась вот группа людей здесь, и чтобы мы попробовали здесь что-то как-то помочь в лагерях, в служении с лагерями. Здесь вот есть молитвенные карточки наши с моей семьей, вот здесь они впереди, если вы хотите потом подойти, здесь наши контакты, любые вопросы, если будет возможность, мы будем отвечать. Пару слов о том, чем мы занимаемся. Наша миссия «Слово житя», она работает в мире с 40-х годов. Один молодой человек, он обратился ко Христу, и его желание было достигать молодых людей Евангелием Христа. Это просто было что-то невероятное. Они думали, что в Нью-Йорке они единственные верующие. Они выходили на улицы, брали Новый Завет и просто дарили людям и рассказывали Евангелие. Это было таким сумасшествием для них, потому что они думали, что все не знают о Боге, кроме них. Потом они, оказывается, узнали, есть много верующих людей, они начали знакомиться с ними и устаривать Евангелизационное собрание. Я так понимаю, что потом организовалась одна миссия «Молодежь для Христа», и там один из штатных проповедников был Джек Вирстон, Билли Грэм. И единственная причина, насколько я понимаю, разделений в этой миссии была доктрина, что они решили не делать евангелизации с другими деноминациями, там, пятидесятники, харизматами, только евангельские протестантские верующие. Потом образовалась миссия «Слово життя», и она занимается проповедью Евангелия среди молодых людей, лагерям, уличной евангелизации, спортивные мероприятия. То есть все, что может помочь молодым людям прийти в церковь. То есть это то, чем мы занимаемся. В Украине мы находимся с 92-го года. Бог благословил так, что в Украине началось это служение. В 99-м мы купили территорию возле Киева, и в 2001-м начался библейский институт. И вот здесь есть несколько даже людей, которые каким-то образом были соприкасаемы с институтом. Есть несколько сестричек, один брат пытался учиться, и так вот получилось, что все есть. Хорошо, я так понимаю, там есть какой-то ролик небольшой. Если можно, показать хотя бы в двух словах, Лиза, а ты расскажешь, что это из себя представляет. Что? Там все сказано, да? Хорошо, если можно, тогда увидим. Просто чтобы понимать. Немного вещей в жизни превосходят время, но Библия учит, что есть две вещи, которые вечны. Слово Божье и жизни людей. В быстром темпе нашего мира, когда легко потерять себя в том, что здесь и сейчас, всемирное служение миссии «Слово жизни» сфокусировано на том, чтобы вкладывать в изменения жизни. На протяжении 75 лет мы достигали молодых людей, которые никогда не слышали благой вести Иисуса Христа. Мы предлагаем молодежь с вероопределяющими переживаниями. Им дана надежда на реальность личных отношений с живым Богом и обеспечены всем необходимым, чтобы ходить с Ним. В этом лагере мне очень понравилось, особенно мне понравилось общение. И очень мне понравилось общаться с советниками. Благодаря этому общению я могла принять Иисуса Христа в свое сердце. И я очень рада, что Бог теперь живет в моем сердце, и что Он теперь действительно мой самый лучший друг, и что я ничем не буду нуждаться, ни в чем не буду страшиться, потому что Он всегда рядом со мной. Мне в этом лагере очень понравилось, и я уже четвертый раз приезжаю, и у меня каждый раз какие-то новые впечатления. И, в общем, тут все круто, игры, но я приезжаю за главной целью познать Бога и ближе к Нему стать. И каждый раз, когда я уезжаю, я стою более ближе. И когда этот раз я приезжала, то я даже была на семинар, ходила, была вести. И я хочу приехать домой, и как такой главный для себя взяла урок, была вести. И хочу людям рассказывать о Боге дальше. Предлагать надежду для таких людей, как Лера и Света, есть вечным вложением. Мы осознаем, что задача великая, но награда еще больше. В мире, который часто подводит молодежь и дает только временные решения, наша страсть содержать слово жизни для сегодняшней молодежи. Результат – это измененные жизни, которые пережиты на уровне сердца. Нет ничего подобного тому, как видеть жизнь молодого человека, радикально измененной любовью Христа. Слово жизни влияет через то, что Бог делает и с помощью таких друзей, как вы. Поэтому мы молимся, мечтаем, планируем и работаем, смотря в будущее, в достижении нашего видения, чтобы достигать каждую область Украины, Россию и стран вокруг нас с благой вестью Иисуса Христа. Мы верим, что сейчас время достигать это поколение. Аминь. Аминь, друзья, да. Основатель нашей миссии Джек Квистон, одна такая легендарная фраза его была, что ответственность каждого поколения заключается в том, чтобы достигать свое поколение для Христа. Вот уникально. Нам где-то от 15 до плюс-минус 30 лет. И когда мы думаем об этом, это наше поколение, в котором мы живем. И эти подростки, это молодые люди, ради которых мы живем сегодня и думаем о том, как достичь их для Христа. Итак, у меня несколько минут остается, опять-таки, чтобы закончить то, что хотя бы какие-то основные элементы от программы. Итак, программа. Я хочу подумать сегодня о том, что программа, она вся включает. И когда мы говорим программу, и мы здесь смотрели на расписание, есть, допустим, как собрание, как общелагерные игры, как завтрак, обед, ужин. Это все программа. Вы знаете, что обед, он может пройти также творчески. Если вы были когда-то в лагерях, вы украшаете иногда столовую, делаете какие-то бантики, изменения, направления, тематические дни, допустим, День Азии, День Америки, День Украины, День не знаю чего там еще. И вы можете делать как-то творчески. Это также будет частью программы, люди придут в лагерь на обед, на ужин, на завтрак и увидят какие-то новые элементы. Вы знаете, что во время обеда и ужина можно проводить какие-то игры также в столовой. Допустим, как сказать «доброе утро» на французском, знаешь? На русском. Доброе утро. Да, на английском, на немецком, на японском и так далее. Если здесь такая многокультурная нация или национальная, то, может быть, есть люди, которые могут как-то говорить. Это, возможно, будет очень смешно. То есть думать о том, что можно сделать. Какую-то рекламу, какую-то презентацию представить, какую-то игру, которая будет после завтрака или после обеда или после ужина. Возможно, чем-то заинтриговать людей, чтобы они во время приема пищи могли не просто сидеть общаться друг с другом, но и также предложить для них что-то. Итак, когда мы думаем о программе, я говорил об этих основных вещах, что цель программы – это порядок, это установить цель, что мы хотим чего-то достичь во время того, когда мы проводим что-то. Это возможности духовного влияния, фана также может быть, это возможность проявить себя настоящим и направление также. То есть мы говорим о том, что мы через все это хотим чего-то достичь. То есть это интересно. Я хочу подумать сегодня о том, как можно проводить программу. Какие требования для того, чтобы программа велась активно? Допустим, песни – это программа. Если человек, который поет и очень урюм, это будет весело для всех. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о» «В сердце моем небеса» или «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о» То есть не камень твой огород, не подумай, только мысль. Я понял, да? Энтузиазм. Если человек, который проиграет и делает организацию игр, мы сегодня будем играть в футбол, давайте пойдем на футбольное поле. Это не энтузиазм. Но мы сегодня будем играть в футбол, давайте пойдем на футбол. Это энтузиазм. То есть что-то сделать так, чтобы тот, который ведет мероприятие, он реально зажигал людей. Это наша цель. Еще одна вещь. Когда мы говорим о программе, мы говорим о том, что в программе невозможно делать все лишь только программы. Есть несколько людей, которые будут организовывать игры, но есть группа людей, которые эту организацию будут пытаться воплотить в цель. И знаете, кто это люди? Это вожатые. То есть они те, которые знают своих ребят и девчонок, они те, которые приходят, допустим, на спортивные площадки, и когда кто-то ведущий говорит, у нас будет такая-то игра, кто поможет участникам организоваться? Как вы думаете, кто? Это будут вожатые. И лишь только они, слушая правильно то, что говорит программа, могут помочь детям организоваться и сделать так, чтобы то, что говорит программа, могло стать реализованным. Поэтому как важно сегодня нам понимать это взаимодействие между теми, кто проводит программу, и между теми, кто в ней участвует. Если мы могли бы сегодня говорить о том, как вожатые могут помогать, они могут организовывать. Когда мы говорим, через пару минут будет начинаться какое-то мероприятие на той поляне, а мы все сидим и кушаем. Как вы думаете, участники без нас туда пойдут? Ну, есть такие, которые пойдут, но большинство не пойдет. И, допустим, у нас установлено очень простое правило, это правило метлы. Если ты слышишь объявление, ты должен идти в том направлении, где будет что-то происходить. Но то, что делает метла, она всегда подметает, и мы должны вместе с собой собирать людей. То есть мы должны помогать людям, слушай, потом вы дообщаетесь или доиграете, давайте там будет проходить какое-то мероприятие. Один вопрос или очень важный принцип, что правило метлы, оно работает лишь только через энтузиазм. Что такое энтузиазм? Это вдохновение людей, это просьба. Слушай, ты не доешь свой сэндвич, но там будет что-то невероятное. Оставляй, пойдем, потом доедим, пойдем, там что-то будет уникальное. То есть мы должны ободрять людей, мы должны их вдохновлять, чтобы они могли быть вместе с нами там, где что-то будет происходить невероятное. Поэтому мы, вот этот момент взаимодействия группы программы и советников, которые помогут это воплотить в практику, это очень важно. Вот это объединение. Одни проводят, а другие помогают это реализовать. Когда мы говорим о программе, насколько важно, я не знаю, может у вас когда-то вы сталкивались с этим тоже, когда вожатые, они становятся не помощью, а помехой. Есть такое? Допустим, в чем заключается помеха? Ну, мой новый друг проводит игру, и он судит. Допустим, здесь есть нарушение этой команды. И тут твой тоже друг, он спорит с тобой, да там этого не было. И при всех. Это помогает или нет? Если вы видите, что есть какой-то недостаток в судействе, и возможно он действительно буквально, реальный и для всех видимый, то попытайтесь сдуть вот это недовольство в самих участниках, понимая, что вы помогаете организовывать игры. Вы помогаете их организовывать. Вы делаете так, чтобы они совершились, но вы не делаете так, чтобы возник конфликт. То есть наша цель не стать самим таким активным участником этих игр. То есть мы должны энтузиазмированно играть в них, но если есть какие-то недочеты, мы не те люди, которые будут делать конфликт. Я помню, мы сделали один конкурс, и организаторы сделали в лагере конкурс с бросанием яйцами. И они взяли сырые куриные яйца и дали нам в руки. И, допустим, я вот с Олей играю в эту игру, мы стоим рядышком, я передаю яйцо и отхожу на шаг назад. Она теперь уже мне бросает это яйцо и тоже отходит на шаг назад. И так дистанция растет, и мы бросаем друг другу, и в чьих руках оно лопнет или треснет, или разобьется, тот и проиграл. И уже там это все 10 метров, уже 15 метров. И в тот момент, когда, допустим, оно в чьих-то руках ломается, разбивается, этот проигравший. И я помню, когда в моих руках в одной игре так это все разбилось, и я в этом всем желтке и белке, и так неудобно себя чувствую. И я начинаю с этим ведущим. Это яйцо было бракованное, оно какое-то было там уже треснутое. И я пытаюсь спорить и доказать, что я был прав. И потом руководитель лагеря на меня смотрит, что важнее, твой проигрыш или твой спор сейчас. И я стою и понимаю, что я делаю. И мне так было неприятно, но тем не менее, зачастую мы можем сами ввязаться энтузиазмом в то, что происходит. Кто-то когда-то на такие грабли наступал, друзья, или видел, как это происходило. И когда это происходит, как вы думаете, как на нас смотрят участники? О, говорят, это наши люди, мы такие же, да, какие они. И мы должны это понимать, что это часть нашей жизни. Мы очень часто со многим не согласны. Но это не значит, что мы должны выяснять отношения таким образом. Если мы видим какие-то недостатки, они имеют место быть. Но после игры подойдите аккуратно и попытайтесь в духе братской любви объяснить, что это было неправильно. Это понизило энтузиазм, это было нечестно. Ты не обратил внимания на что-то. И, возможно, вы и правы, но в какой форме вы поможете разрешить эту ситуацию? Это очень важно. Давайте подумаем сегодня об организации. Я говорил немножко о организации, когда мы должны думать заранее о том, что будет происходить. И качество, и интеллектуальность, и безопасность, и превосходство в организации любых мероприятий – это важны. Но когда мы говорим о играх, допустим, если мы в этот промежуток времени очень устали люди, и мы сразу после обеда делаем тоже игры, им будет уместно играть? Конечно же, нет. То есть нам нужно дать какой-то в программе промежуток отдыха, для того чтобы потом во второй половине дня после отдыха они могли бы уже играть дальше после восстановленных сил. То есть нам нужно продумать вот этот баланс, когда мы будем давать какие-то нагрузки. Один из лагерей мы делали в Казахстане, мы жили в палатках, и палатки, ну, девчонок и ребят, они были через такой один проход. С одной стороны палатки мальчиков, с другой стороны палатки девочек. И проблема с этими азиатскими парнями, которых невозможно уложить спать, была в том, что когда уже все легли спать, они под палатками выползали там и бежали в палатки к девчонкам. И вожатые девчата, естественно, сразу бьют тревогу, бьют всех, и сразу же там уже все ребята вскакивают и ищут этих пацанов. И мы думали, как их просто загонять уже? То есть там баланс был лишь только в одном. Как ребят так вымотать, чтобы они просто спали? И чехарда, возможно, знаете, вот эту игру, когда там 10 ребят друг за другом, один садится, второй через него перепрыгивает, тоже садится, потом третий через первого, второго перепрыгивает, садится, и так они друг через друга прыгают, пока все-все-все до какую-то финишную черту там не перепрыгнут. Мы там в эту игру раз по 10 с ними играли, они такие заводные все, заводятся, энтузиазм большой, просто там кричат, там болеют друг за другом. Но наша цель была просто их уничтожить физически, чтобы они спали хорошо. И иногда нужно так делать, но когда это надо, но не всегда такие моменты. Поэтому, когда мы думаем о балансе, то вот здесь нужно посмотреть в этот момент. Для тех, кто проводит игры, очень важно, чтобы они также были ясные, ясные правила. Условия игры, это очень важно. Однажды в России мы проводили лагерь, и один парень, он вел игры, и он объясняет правила игры. Стоит там человек около 50, с той стороны 50 человек, две команды. И он микрофон, колонка как-то дает звук, пытается объяснять правила игр. Я просто наблюдаю со стороны. И одна команда, она поняла, что это за правила. Вторая команда недопоняла. И он так теперь, хорошо, на старт, внимание, смажь. Свисток звучит. И эта команда побежала исполнять условия игры, эстафеты, которая была. А эти стоят и не понимает. Тот понимает, что они не поняли, и говорит, ну раз вы не поняли, все, вы проиграли, следующая игра. Как вы думаете, что он сделал? Он просто эту команду убил, уничтожил. И я остановил, подошел, говорю, слушай, надо пересказать правила. Они не поняли, это не их вина, это твоя вина. И было, хотя не очень так для него приятно, но как важно было сделать так, чтобы правила игры были для всех ясны. Когда мы говорим о безопасности, мы делали эстафету, она была связана с тем, что нужно там, ну, к примеру, мы ставили бутылку воды, и она была сверху обрезана, и там была налита вода. И с двух сторон мы там устраивали 10 человек с одной стороны, 10 с другой, и у каждого из них был номер. И мы перед этой бутылкой никого как бы не ставили, и там нужно было просто слышать внимательно, номер там 10. Десятый номер с одной командой, десятый номер с другой, они бегут, и кто первый эту бутылку возьмет и обольет другого, тот и выиграл. Ну, такое правило игры. Оно как бы заводно, все стоят, наставь внимание, мяч, 10, побежал, взял бутылку, облил. Первый прошел нормально, второй, третий, и тут пришла очередь девчонок. Я не знаю, ну, девчонок у них, конечно, они балерины все, у них гимнастки очень профессиональные. И одна девчонка, другой, просто в коленную чашечку так заехала, и она на поле не может ходить. Я на это смотрю, думаю, что делать, как быть? И это просто было что-то такое. Я говорю, насколько важно было думать в этот момент о безопасности. Мы сделали хороший фан, но когда мы подумали о том, что стоит для этой девушки теперь это колено, и как с ним быть. Благо, что это был просто ушиб, сделали там снимок, все, она дальше нормально восстановилась, все хорошо. Но я понимаю, что насколько это важно, хранить здоровье. Если мы делаем какие-то сумасшедшие игры, пускай они будут там очень, ну, как бы, такие, то есть мы должны подумать о том, как это сделать хорошо. Итак, нейтральность. Есть иногда люди, которые, вот, например, из одной церкви приезжают люди, и вы к каким-то людям более благосклонны, тем более, если у вас там братья или сестры в какой-то команде есть. Как вы думаете, за кого вы хотите болеть? Ну, за ту команду, которая это есть. Поэтому нейтральность – это принцип номер один. Дальше. Ведущие игры. Ведущие игры. То, что должно быть, это его естественность. Он может кого-то породировать. И мы говорим о том, что энтузиазм – это очень важно. Есть ли в вашей группе людей кто-то человек, который что-то проводит, и это всем интересно. Он делает это смешно, энтузиазмированно, весело. И кто-то выходит другой, он только уже вышел, он уже покраснел. Ему уже неудобно, он не знает, как ему там шелохнуться, что-то сделать его. Ну, некомфортно он себя чувствует в этой роли. Как важно помочь этому человеку. Ободрять его. У тебя получается. Классно. Давай, ты можешь. То есть делать так, что он что-то говорит, вы как бы уже заранее его понимаете и помогаете ему, чтобы он мог это сделать качественно. Второй момент. То, что нам нужно делать, это учитывать возраст. Мы не можем для молодежного лагеря делать организацию, как для деток. Так, молодежь стали по парам, взяли друг друга за ручки и будем делать это. Это нереально. Нам нужно учитывать возраст и понимать, для кого мы делаем то, что мы делаем. Когда мы говорим о времени, очень важно, например, как вот здесь, мы промахнулись несколько раз со временем, должны были в 11, в начале чуть позже. Но когда дети или подростки или молодежь поймет, что в лагере все идет с опозданием, они понимают, что у нас еще есть бонус там 10 минут, потому что по-любому на 10 минут все будет позже. Понимаете, наша пунктуальность и заранее организованность, это очень важно. То, что важно. Всегда я говорю, что нам нужно мерять температуру лагеря. Нам нужно всегда, тем людям, которые особенно координаторам отвечают за лагерь, ходить, смотреть, беседовать с людьми. Что они чувствуют, как они воспринимают атмосферу, это интересно. Нет, есть какие-то непредсказуемые вещи. Вы запланировали что-то, а начался дождь. Вы можете это проводить на улице? Нет. Нет. Нужно иметь всегда план Б. Что мы можем делать? Ага, возможно, какую-то, не знаю, там, сделать интеллектуальную игру в зале, возможно, какой-то бреринг, возможно, какие-то эстафеты внутри мы можем сделать. То есть чем мы можем компенсировать, если вдруг идет непредсказуемые какие-то непредвиденные обстоятельства? Пропал свет, нет генератора. Что мы можем сделать без этого? То есть нужно подумать заранее, чтобы атмосфера в лагере всегда поддерживалась на высоком уровне. Мы говорили о советниках, что их роль в проведении любых мероприятий лагеря – это уникальная роль. Они не зрительные, но они рекламные агенты. Они делают представление мероприятий в разуме участников. Они говорят, сегодня будет встреча, допустим, утро, будет собрание, на собрании мы услышим что-то важное. Даже если это неверующие подростки, они думают, ну почему он так говорит, что на этом собрании есть такого интересного? То есть он тот, который вдохновляет, пробуждает в них вкус. Вот представьте, если бы я сейчас сказал, что в конце этого мероприятия будет шикарный десерт. Наши повара приготовили что-то там, изысканное блюдо, какой-то там торт, в нем там то-то, то-то, то-то. Не пропустите, вы должны это попробовать. То есть это бы создало какое-то ожидание. В участниках мы должны интриговать этими ожиданиями. Давайте подумаем сегодня теперь об ответственности советника. И что мы хотим видеть в самих советниках. Когда мы говорили вот об этом списке, и у нас там был такой список служителей, да, и служитель, кто он, роль советника. Я считаю, что команда, которая есть в лагере, это 90% успеха. То есть если мы говорим о том, кто такой советник, это тот, кто влияет. Это тот, кто показывает живой и действенный пример Евангелия. Хочу вместе с вами открыть одно место из Писания, и позвольте мне вместе с вами остановиться там на минутку-две. Откроем второе послание к Тимофею, третья глава, и увидим там с вами десятый стих, где апостол Павел пишет Тимофею письмо. Одно из самых любимых посланий в Библии, для меня лично, это вторая книга Тимофею. Павел и Тимофей. Вы заметите, как начинаются первые стихи первого и второго послания, и такая же взаимосвязь есть у Павла с Титом. И смотрите, когда вы читаете эти стихи, допустим, вот отходите первую главу, и вы смотрите второй стих к Тимофею, и Павел обращается какими словами? К какому? Возлюбленному сыну. То есть пишет как о сыне. У него есть такая личная взаимосвязь. Вы знаете, когда у меня не было детей, мне не было понятно, что такое отношение отца и сына или дочери. Но это что-то личное, это то, что ты не купишь за деньги, это то, что или есть в твоей жизни, или этого нет в твоей жизни. Как вы думаете, есть ли у вас люди, которые не для вашей дети, но которые понимают, он для меня отец или мать, то есть которые реально обо мне пекутся? Это очень важно. И вот здесь Павел и Тимофей, между ними был такой глубокий компромисс. Это мой сын. Четвертый стих, если мы читаем первой главы, смотрите, как Павел называется о Тимофее. «Я желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». Вот как мы можем думать, какие слезы? Если мы вспоминаем историю Павла, когда Господь ему дал понимание, что он должен идти в Иерусалим. Но что он знал о Иерусалиме? Что его там арестуют, он будет в ссылке, он будет казнен. Он понимал через пророчество, что это его ожидает там. И вы помните ситуацию, когда в Ефесской области все пресвятера собрались, они молились вместе с Павлом, они падали ему на шею, Писание говорит, и плакали, не желая этой разлуки. Когда мы видим Павла и этих служителей, я представляю себе одного из этих служителей, это был молодой Тимофей, который плакал на шею Павла. Я говорил, Павел, не делай это. Представляй себе такой компромисс. Вот Тимофей, он понимал, это человек, который достойный уважения за того, кем он есть. Кто такой Бог в его жизни? Как Бог его использовал? И тут мы видим этих двух людей. И теперь Павел ему продолжает писать. И смотри, что написано в 3 главе в 10 тексте. Мы могли бы много изучать это послание, но в 10 тексте апостол Павел пишет следующее. А ты последовал мне, в чем он говорит? В учении, в жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. И Павел пишет следующее послание. Ты последовал мне. То есть то, что Павел говорит, ты пошел за мною. Он не пошел за его словами. Он не пошел просто за его имиджем, то, как он выглядел, как он себя вел, за его шутками. Зачем Павел пошел? Тимофей пошел в Павле. За его жизнью. За качеством того, кем Бог был в его жизни. Когда мы говорим сегодня о влиянии, то, что я хочу сказать, друзья, что самым большим влиянием на людей, это и жизнь людей. Я вспоминаю свой первый раз в христианском лагере. И я никогда не забуду тот момент, когда нам говорили о том, как важно читать Писание. И когда я выходил, просыпаясь утром из комнаты, я видел людей, которые работали в этом лагере, и они сидели с открытой Библией. Они там что-то подчеркивали. Они молились. Я говорил, Бог, это разве реально в их жизни, что они так это делают каждое утро? Вы знаете, я хочу умереть, и в своей старости слышать это от своих детей. Я видел своего папу, читающего Библию. Он не просто говорил о том, что это нужно делать, но он это делал. Он жил этим. Это для него было интересно. Его не интриговал новый фильм, который вышел там «Боевичок» или что-то. Он хочет посмотреть это, да? И он интриговал описание. Это то, что важно. Если мы говорим о том, что мы хотим повлиять на молодежь с чем-то, мы должны задаться вопросом, это влияет на меня? Это для меня ценно? И поэтому говорим о том, что такое Евангелие. Я понимаю, один раз мы были в одной миссионерской поездке в России, и для меня так было непросто организовывать весь этот проект. Я привез команду из Украины, и было много наших бывших студентов и в тот момент действующих еще. И на нашей территории было много неспасенных подростков. Был момент, я разрывался утром одно, второе, третье, четвертое. Я просто не знал, как меня мое тело еще носило. Был настолько уставшим во всем этом процессе. И я прохожу мимо лагеря, и там волейбольная площадка. Время свободное якобы было. И у нас есть ясное понимание, что когда есть в расписании там, где есть не программа, а просто свободное время, это для того, чтобы советники могли иметь личное отношение с участниками. И тут вся наша группа людей. Они находятся на волейбольной площадке, и они играют друг с другом в волейбол. Им классно вместе. И мы говорим, у нас есть общий принцип. Это принцип курчат. Знаете, как курчата ходят вместе? Цыплята. Когда их кочка родила, курочка, высидела, и потом то, что происходит, они все их гурбой за этой кочкой ходят вместе. Они не раздельно, они не разделяются. И как вы думаете, есть ли принцип того, что вожатые, они друг с другом, им легче, они друг друга знают, им веселее, им уместнее друг с другом общаться. А дети там где-то прицепом. «Эй, куда пошел? Он быстро сюда». Так, или то, или то. То есть нам это важно делать. Я когда это увидел, я смотрю, им классно вместе. Они 6 на 6 играют в волейбол, мяч летает в сетку, все участники где-то рядышком там бегают. И тут 12 человек команды, они просто весело проводят с друг с другом время. И я встал вместе с ними, смотрю на них, и тут мяч вылетел мне в руки. Я беру этот мяч, как зафутболил его в сторону. Я говорю, «Ребята, зачем вы здесь?» Я говорю, «Зачем вы здесь?» Мне было неприятно с одной стороны, но было настолько важно достучаться до их сердца. Зачем мы здесь? Какая наша цель? У нас есть небольших 4-5 дней, 3 дня, как вот здесь мы смотрели. Но зачем мы здесь? Мы должны достичь этих духовных целей. Мы здесь не для того, чтобы играть в волейбол. Да, когда это фан-обще с детьми, когда мы вместе с ними, но мы помогаем им обрести этот эффект удовольствия от программы. Они должны получить наслаждение, мы должны помочь им насладиться. Это цель. Я думаю, что как важно нам показать своей жизнью то, что на самом деле мы им проповедуем. Поэтому служитель, он никогда не заставит человека нуждаться в спасении, если он не нуждается в этом спасении. Если он сегодня не понимает, что Бог необходим ему. Давайте себе представим Христа или христианство без Христа. Я в 17 лет обратился ко Христу. Я не был в христианской семье. Мои родители в 13 развелись. Я похоронил отца от алкоголя, дедушку от алкоголя, дядю от алкоголя. Я не помню в своей жизни, когда бы я не видел в своей семье сигареты, алкоголя, мата, какой-то драки. Это просто... Вот сейчас я смотрю на прошлое, думаю, как так жить можно было? Когда мне было 17 лет, я только задаюсь вопросом, что я не попробовал в жизни? Все. Но помню один вечер ко мне пришел мой друг с Евангелия. И он говорит, я начал ходить в церковь и подарил мне Новый Завет. Я смотрю на него и говорю, Коля, у тебя в жизни все в порядке? Я говорю, вообще или нет? Но когда я прочитал этот Новый Завет, за одну неделю просто взял и проглотил его. Это настолько Бог дал такую духовную жажду. И я задался вопросом, где настоящее счастье? Вот оно. В тот момент я торговал наркотиками. Я помню, мои друзья позвонили мне в дверь, и там были два взрослых парня. И они говорят, мы хотим у тебя много купить. Я говорю, ну, вы знаете, я там маленький барышка, что я там продаю, копейки какие-то. И они начинают меня там бить. Я жил на девятом этаже, между этажами началась такая потасовка. И открывается лифт, и из этого лифта выходит компания моих друзей. Они посмотрели, что меня бьют, быстренько сели в лифт и уехали. И я этот вечер никогда не забуду в жизни. И я в тот момент, когда уже пришел домой, дополз, я положил белую футболку на свое лицо, она вся красная. И я думаю, в чем настоящая дружба? Где смысл жизни? В тот момент я нуждался в какой-то помощи. И этот Новый Завет, который я перед этим прочитал, он просто стоял в моей голове. Бог, Он никогда не будет давать счастье через грех. Наслаждение жизни не здесь. И я это понимал. Меня убедила вся эта ситуация, что во грехе нет счастья. И когда я первый раз попал в христианское общение, когда я увидел вот такую группу людей, христиан, я в первый день в своей жизни не слышал ни одного мата между людьми. Первый раз в своей жизни. Я смотрел на этих людей, я хотел их ущипнуть. Может, они мотикнутся. Может, с ними что-то произойдет. Я не верил в то, что эти люди так могут жить. Как это так? Но когда лично я сам познакомился со Христом, я помню, когда я пришел в свою компанию, посмотрел на своих друзей, я говорю, ребята, Бог реальный. Он может менять жизни. И мне тогда в первый вечер приклеили такое погоняло. Отец Анухрий. Говорит, ты как батюшка стал всем нам проповедовать. Я смотрю на всех, я говорю, когда я вчера там пил, курил, там другие вещи, беспределы делал, я был нормальным пацаном. Но когда сегодня я просто это оставил, я стал сумасшедшим. И я понимаю то, что сегодня людям, которым мы говорим, возможно, они не пьяницы, не алкоголики, не продают наркотики, возможно, они делают таких больших преступлений. Но когда мы посмотрим на их жизнь за порогом смерти, если это ад, и когда мы понимаем эту духовную реальность, то что мы будем делать? И вот этот момент нашего личного понимания их духовного состояния, он будет провоцировать нас на какие-то подвиги ради Христа. Мы будем готовы что-то сделать для того, чтобы помочь этим людям сделать жизнеопределяющее важное решение. То, что определит их вечность, то, что определит, возможно, их выборы в жизни, что они сделают или чего они не сделают. Я помню свидетельство одного мальчика, который приехал в один из наших лагерей в Аргентине. Он был слепой, он ничего не видел. Аргентинцы, латиноамериканцы, возможно, вы тут больше знаете этих импульсивных людей, они не такие, как мы, славяне, там культурно сидят, иногда там улыбнутся тихо, да? Но это люди, если им смешно, то это слышат все, правда ведь? Если им весело, то весело всем вокруг, или они мешают всем вокруг, но бывает тогда, латиноамериканцы. И они, ну, насколько я понимаю, очень большие фанаты футбола. И этот слепой приходил с этими друзьями на футбольный стадион и слышал комментарии, что там происходит на футбольном поле, да? И ему было интересно слышать, как команда его играет. И вот представьте себе, эти ребята решили его разводить. И в тот момент, когда не было гола, они подстраивали все так, комментариями, что гол, и этот слепой вскакивал с трибун, и там среди всего лагеря кричал, гол, он ничего не видел, он ничего не понимал, что происходит, он только доверял словам своих друзей. И вот представьте, как он глупо выглядел на фоне всего лагеря, а его друзьям было смешно за то, что он так реагировал. Они прикалывались так над ним. И вот один последний вечер, и в наших лагерях всегда это заканчивается общением, и все участники имеют возможность делиться, что для них была эта смена. Этот мальчик попросился к микрофону, он вышел там, ничего не видя, и говорит, вы знаете, друзья, в этом лагере я что-то приобрел. Я говорю, могу иметь то, чего не может иметь никто из вас. И все люди смотрят на него, и говорят, и что же ты можешь иметь, чего не можем иметь мы? И он говорит, это следующее. Я знаю, что когда я встречусь со Христом, я впервые увижу, и знаете, что я впервые увижу? Это Христа. Но когда вы умрете, вы тоже его увидите, но это не будет первое в жизни, что вы увидите, а в моей жизни это будет впервые. И он поделился такой надеждой. И я думаю, стоит ли жить ради этого, друзья? Сегодня один из моих друзей новых спросил, почему ты занимаешься лагерями? Я могу сказать, ради этого, чтобы люди увидели Христа. Почему мы делаем служение? Потому что мы хотим попасть в Божью цель. Это наша цель. И когда мы думаем сегодня о служителях, они должны думать о спасении душ. И когда мы приходим в лагерь, и когда мы думаем о том, как нам достичь этой цели, я думаю, что если мы провели лагерь и задаемся вопросом, эти люди вернулись домой, если они не спасенные, и они не знают Евангелие, они не понимают, как им перейти из смерти в жизнь, вы знаете, это время прошло впустую. Мы не попали в цель. Возможно, мы весело провели время, возможно, никто не умер, никто не пострадал, все были сытыми, все провели классное время. Но если они не знают Христа или не узнали о том, что Он может стать спасителем, мы зря провели лагерь. Это зря. Второй вопрос, который мы должны для себя задать, если они спасенные люди, здесь скотчем порвалось, извините, кто эти люди, чем они живут, чем наполнена их жизнь. И для нас очень важно, как для советников, которые находятся в лагере, быть рядом с этими людьми. Один мой друг начал советничество в лагере, и он подходит ко мне, Сергей говорит, я не знаю, мои такие участники прекрасны, я не вижу в их жизни ни одного изъяна, они просто ангелы в теле. Я говорю, все-все твои пацаны, все ангелы в теле, да, и ты не видишь ни одной проблемы. Нет. У кого-то из вас была такая проблема, что вы смотрели на деток и не знаете, как в их жизнь достучаться, о чем с ними говорить. Ну, одни же вроде бы там послушные, не матюкаются, не курят, не пьют, о чем с ними говорить. Если такой вопрос есть, нам нужна программа. Нам нужно через программу увидеть то, кем они являются в жизни. То есть программа, она помогает нам в игровой форме определить, кем есть люди. Один из вопросов, который мы дальше будем задавать, как духовно влиять, он будет самый главный, этот вопрос, да, что нам нужно наблюдать и нам нужно слушать. То, что делает лагерь, он дает нам возможность погрузиться в естественную жизнь этих людей. Начинайте интересоваться, кем он был, кем он есть, чем занимается, что его интересует, с чем он засыпает, с чем он просыпается, или она там встречается с кем-то, не встречается, что смотрит, что слушает, куда ходит и так дальше. Я помню, мы были в одном из лагерей, тоже нас пригласили помогать и просто был обед. И сидим там в компании, такой же как за столом, начинаем интересоваться и там одна девочка, какую музыку ты любишь слушать, там вот эту, а какая тебе певица нравится, вот эта. И естественно, это были все не христиане. А фильмы, да, знаешь, моя там мама любит там сериал там про вампира одного, а мама Рейгенхора, да, там я тоже там этим. И вот такой непринужденной атмосфере она просто слила то, что не нужно было рассказывать, возможно, в естественной среде, да. Как вы думаете, есть уже площадка для бесед после этого обеда? То есть есть возможность затронуть какие-то темы, которые, возможно, в обычной форме жизни ты бы никогда не затронул. И то, что, скажем, лопнуло этот шарик, это просто банальные вопросы. Вокруг чего ты живешь? Что тебе нравится? Что ты слушаешь, смотришь? Ну, к примеру, то есть они не думают, что, возможно, ты хочешь их обнаружить. Они еще не такие опытные христиане, которые знают, когда и что нужно говорить. Но они просто показывают тебе реальность того, кем они есть. И это важно. Поэтому нам нужно узнавать и предполагать. И когда мы это понимаем, мы должны увидеть это несоответствие с Писанием и помочь этим людям, да, этим людям измениться. Итак, мы видим, по крайней мере, в своем лагере, мы делаем всегда для советников одну важную необходимость. Мы здесь видим расписание, и каждый вечер у нас заканчивается вечерним общением в комнате. И, например, если здесь есть три вечера, я не знаю, вы делаете так, сесть или нет, но что вы стараетесь собрать всех своих ребят, девчонок в комнате и о чем-то побеседовать вместе с ними. Какая-то порция размышления на ночь. Возможно, взять какие-то тут, здесь смотрю, пятница, суббота, воскресенье, три темы, вокруг которых вы можете поговорить. Три какие-то библейские мысли, какая-то история, что может быть размышлением для них духовным. И это может провести просто советник в комнате в такой неформальной атмосфере. Это не будет, например, в костюме или с галстуками или в какой-то еще красивой одежде. Возможно, это уже будет пижама. Но мы можем просто как друзья посидеть в комнате и помолиться вместе потом в конце. Советник, он может на протяжении дня побеседовать со многими своих участниками. Если вы живете по комнатам или как-то в каких-то кабинах, то сколько детей? Пять, десять, восемь с вами живут. И вы можете вместе с ними подумать, если у меня есть там пять человек и у меня есть три дня в лагере, я хочу провести качественную беседу с каждым участником. То есть я понимаю, что я по две беседы в день должен сделать с каждым. Итак, когда я это могу сделать? Возможно, после завтрака, возможно, после игры, возможно, перед игрой, возможно, вот в этом промежутке. Вы должны искать в этом свободном времени возможность коммуницировать с людьми, встретиться с ними, попытаться узнать их, рассказать что-то о себе. Вы через такие вопросы уже будете видеть, в чем есть главная проблема. Если это спасение, возможно, это плохие отношения с Богом, возможно, это какие-то грехи, которые, скажем, обняли этих людей и не отпускают их, им нужен выход. Вы можете на фоне своего свидетельства поделиться вместе с ними о том, как это может послушать им. Это очень важно. Поэтому советник это тот, который на протяжении вот этого лагеря, он просто между всеми основными мероприятиями лагеря буквально как нитка, вот понимаете, вот эта нитка, да, он просто проносит эти духовные цели, которые мы ставили, спасение, ученичество и посвящение. Он подталкивает этих людей думать об этих темах и принимать жизненно важные решения. Это задача советника. Но когда мы думаем о программе, о тех людях, которые все организовывают, их цель это сделать веселым это время, содержательным, безопасным, советник делает свою работу, программу другую работу, да. Итак, мы видим, что все эти вещи, они идут вместе, эти цели, для того, чтобы достичь через вот это короткое время лагеря возможности влияния. Итак, я попытаюсь возможно сделать на 5 минут давайте кофе-брейк, если надо кому-то куда-то выйти, и после мы подумаем о такой теме, как духовные влияния. Я хочу очень важные мысли еще передать этим вечером. Хорошо? Аминь? Аминь?